Здоровье 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 Добрый день И Александр Муравец, главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Здравствуйте Здравствуйте В канун Нового года на сайте Министерства здравоохранения появилась публикация в преддверии новогодних праздников специалисты вашего центра Александр Владимирович, а также главный кардиолог выпустили рекомендации, как сохранить свое здоровье в морозы. Честно говоря, немножко удивилась, потому что, а ну почему вдруг? Самое главное, что хотелось бы отметить, это очень большую относительность понятия морозы. Ведь действительно, не все знают, что если температура внутренней среды нашего организма снизится хотя бы до 31-30 градусов, то это уже смертельно и вызывает необратимые последствия. А отсюда понятно, что дело не просто в абсолютной температуре воздуха, а дело в сочетании очень многих внутренних и внешних факторов. Первое, на что я хочу обратить внимание, то что, когда вы смотрите прогноз погоды или смотрите в интернете, какая будет погода, обращать внимание надо обязательно на последний столбик, который так называемая субъективная температура, которая учитывает влажность и силу ветра. Потому что именно эта совокупность факторов ощущается нами как та или иная температура. Она может очень существенно отличаться от чисто формально... Первый раз слышу об этом. Ну вот, видите, а я обещал, я скажу, все совершенно новое. Так, уже заинтриговали, да. И зачем же нам на это обращать внимание? Так, потому что если субъективная температура минус 15, мы исходим из того, что минус 15, а не те минус 9, которые на термометре. Термометр не живой. Мы будем ощущать с учетом влажности воздуха и силы ветра... А какой субъективной температуры нам уже стоит опасаться в таком случае? Все по порядку. Это следующее, да. Это следующее. Во-первых, как мы ее определили, да. Вот. Еще, значит, здесь... Значит, что, во-первых, мы делаем дома перед выходом на улицу зимой просто в минусовую температуру? Да в любую прохладную температуру. Шубу надеваем, наверное. Нет. Нет. До этого мы нормально питаемся. Только после этого мы начинаем... То есть на голодный желудок лучше не выходить. Конечно. Конечно. К сожалению, не все завтрак. Да, да. Не у всех такая привычка. Вот сейчас, да, когда мы говорим про морозы, это обязательно, да. Затем мы нормально одеваемся. А нормально, что это? Это многослойная одежда из натуральных тканей. Не всегда она выглядит изящно. Вот. Но, тем не менее, здоровье дороже. Это вы прямо все-таки про морозы говорите, я так понимаю. Ну, на самом деле, люди наши не тренированные, не закаленные. Вот. И поэтому и минус 15 это уже может оказаться. И не забываем о том, что, да, 17% тепла человек теряет через непокрытую голову. Вот. Поэтому при непокрытой голове, по большому счету, в холоде, очень сложно одеться в остальном так, чтобы избежать переохлаждения. Далее. Это вот все, что мы делаем перед выходом на улице. На улице двигаемся активно, стоим минимально, не садимся, но и уж и тем более не ложимся. Вот в кулуарах перед передачей мы говорили о том, что и в минус 6, если на Новый год, удачно отметив праздник, и употребив или злоупотребив алкоголем, человек вздремнет в сугробе, к сожалению, и в минус 6 он может уже из этого сугроба не встать. То есть, несмотря на то, что и мороза не будет? Вот. И еще раз я говорю, понижение внутренней среды организма хотя бы до 30 градусов Цельсия может оказаться смертельным. До 30. Поэтому не садимся ни на какие особенно металлические предметы и уж тем более никуда не ложимся. Вот. Активные движения. Далее. Сокруг можно только поступать. Да, конечно, но, да, к себе прислушиваемся, да. Все-таки мы говорим про городских жителей, поэтому совершенно безопасным правильным выбором будет, если все-таки человек ощущает холодное движение, перебежками, заходите в салоны связи сотовые, заходите в магазины, заходите куда угодно, подышите, постойте, немножко согрейтесь, двигайте дальше. Получите, наверное, премию от салона. Да. Вот. Чего, значит, это вот что делать. Чего категорически не делаем. То есть, все-таки у нас здесь ни кино, ни голливудский боевик, поэтому ничего не растираем снегом. Вот. Это, как правило, это будет не на пользу, а во вред. Не буду уже в детали здесь входить, почему во вред. Если переохладились, то не рассчитываем отогреться горячей водой, быстро отогреться. Это тоже, скорее всего. Ну, а как? Пришел, замерз, сразу же в горячую ванну. Пришел, замерз, и ничего не делаешь. Да. Греешься спокойненько. Ну, пришел-то в теплое место, греешься спокойненько. То есть, в ванну нет. Это правильно. Теплая вода для ног иногда рекомендуют, но нет, горячая ванна не нужна. Почему? Ну, я поясню, почему. Если все-таки обморожение небольшое возникло, там, кончик носа, мочек ушей, то вот это ускорение обменных процессов, которые даст горячая вода, оно может оказаться во вред. Вот. И вообще, как все, в профилактике, конечно, лучше не допускать проблем, чем их потом лечить. Потому что, я говорю, вот мелочь, да, кончик носа. Обморозив один раз просто человек всю зиму, ничего, конечно, с ним страшного не случится, но этот кончик носа, конечно, очень быстро начинает болеть, замерзать уже при любой холодной температуре. То есть, создается вообще ненужное совершенно приключение на всю оставшуюся зиму. Ну, хорошо. А раз уж об этом заговорили, побелевший кончик носа, щеки побелевшие, как правило, даже родители маленьким детям берут снег и растирают. Да, да. Для того, чтобы... Это правильное действие? Ну, я поясняю, что они хотят получить. Значит, как бы, если они хотят, во-первых, инфицировать грязным снегом, а, во-вторых, облегчить проникновение инфекции в кожу, причем, которая защитная способность, которая снижена из обморожения за счет еще царапин, которые кусочки льда в снеге наносят, тогда они поступают правильно. То есть, если их цель – польза, то, конечно, нет. Если вызвать воспаление, инфекцию, вот, то, конечно, да. А что тогда делать, увидев у ребенка побелевшую какую-то часть тела? Заходить в салон сотовой связи, к сожалению. Так. Значит, потому что, нет, нам поступает много вопросов, какую же таблетку перед выходом из дома, чем же помазать, ну, к сожалению, нет такого. Нет такого, здесь только здравый смысл, нормальная одежда, ограничение времени пребывания. Еще чего нельзя, ребеночка не кутаем шарфиком, чтобы он через него дышал. Вот, потому что… У меня все время бабушка завязывала шарью, когда был малус. Ну, видите, сегодня у нас будет день открытия. Почему? Потому что… Бабушка была дышала. Да. Вот, потому что первые, опять же, 3-5 минут это помогает, вот, а затем на морозе, по сути дела, мы искусственно создаем излишнюю влажность. Вот, передняя поверхность шарфика литком покрывается, вот, все это, по сути дела, усугубляет. Новогодние праздники, на самом деле, медики не любят, да? Почему? Мы с удовольствием отмечаем. Мы любим праздники, да. Новогодние праздники, как и все люди. Ну, я понимаю, у вас хорошее чувство юмора, но… Другое дело, что люди превышают, скажем так, нормы, которые созданы для каждого индивидуального организма, да, у каждого своя норма всего. Пребывание на свежем воздухе, там, какие-то определенные минсовые температуры, избыточное употребление пищи, там, горячительных напитков и так далее и тому подобное. То есть, вот в эти моменты, к сожалению, мы как-то расслабляемся, как и все, наверное, и превышаем свои лимиты. Ну, и потом увеличивается количество вызовов скорой помощи, за что, собственно, вы не любите новогодние праздники. А вот если рассмотреть массу опасностей, ну, скажем так, которые подстерегают нас в новогоднюю ночь, в новогодние каникулы, вот вы на первое место что бы поставили? С чем чаще всего приходится иметь дело именно медикам? Ну, вот если говорить о кардиологии, то пациенты начинают забывать о том, что нужно принимать лекарственные препараты, употребляют их с алкоголем, смешивают, что очень часто усиливает эффект препаратов и может привести либо к резкому снижению артериального давления, либо к появлению нарушения ритма сердца. Ну, в любом случае, это будет плохое самочувствие. Это самое минимальное, что можно ожидать от таких вот. Дмитрий Викторович, взаимодействие алкоголя и лекарственных препаратов – это, на самом деле, тема, которая волнует очень многих, и с которой многие время от времени встречаются. Начинаешь что-то принимать, пришли друзья, и начинаются споры. Ох, а можно ли, а нельзя ли? Нет, я не прочитал в противопоказаниях, что вот эту таблетку нельзя с алкоголем. Ну, в общем… Ну, там же не написано, что можно подниматься на 7 тысяч метров, принимая эти лекарства, да, потому что есть определенные, ну, общечеловеческие какие-то моменты, когда человек должен понимать, что можно, а что нельзя. Разумеется, серьезные лекарственные препараты, которые могут уредить или, наоборот, очистить частоту сердцебиения, изменить артериальное давление. Конечно же, это все прописано в инструкции к лекарственному препарату. Просто нужно внимательно читать. Хорошо. Какое-то лекарство может просто ослабить свое действие из-за алкоголя. Какое-то может дать, ну, легкие, неприятные какие-то ощущения. Но ведь, наверное, есть препараты, которые категорически нельзя употреблять с алкоголем, и которые вот уже последствия дадут более серьезные. Вот что скажете относительно антидепрессантов? Антидепрессанты, конечно же, нельзя употреблять с алкоголем. Как и большинство. Любые психотропные препараты. Вообще психотропные препараты. Любые серьезные лекарственные препараты, которые, ну, назовем так, рецептурные, да, которые выписываются по рецепту и отпускаются по рецепту. Эти препараты ни в коем случае нельзя смешивать. Даже если не написано в противопоказаниях. Конечно. Ну, и даже обычная стилсалитиловая кислота может усилить свое раздражающее действие на желудок и привести зачастую к весьма неприятным последствиям препараты с алкоголем. По-моему, все-таки вот я тоже в кулуарах говорил сторонних простых месседжей. И, конечно, я считаю, что людям лучше знать, что недопустимо употребление медикаментов с алкоголем. Потому что попытка их рассортировать приведет к неминуемому запутыванию. Я думаю, вам хорошо известен русский народный рецепт, когда после какого-то застолья человек на ночь принимает именно эту таблетку, для того, чтобы утром все было хорошо. Нет, после застолья, я говорю, с алкоголем, да, я надеюсь, запивает он ее водой. Ну, он не запивает ее алкоголем, но, тем не менее, алкоголь он еще в организме. И после этого человек здесь же сразу... Да, очень много, да. Сама по себе идея увеличить количество жидкости в организме и снизить гиперкоагуляцию, да, после невоздержанного праздника, она правильная. Но мы все-таки здесь, наверное, медикаменты не назначаем. Вот, есть препараты более правильные, чем ацилсалициловая кислота. Есть комплексные препараты, которые, содержа аспирин в себе, в том числе и чуть-чуть уменьшают вредные воздействия на желудок. Но это уже, наверное, выходит немножко за рамки передачи. Ну, хорошо. А все-таки то, что действительно можно порекомендовать, то, что не уронит престиж медицинских работников, ну, например, тот же активированный уголь. Что, в принципе, можно принять, действительно, чтобы обезопасить свой желудок, печень и прочее? А может быть, мы начнем с того, чтобы ограничить прием алкоголе все-таки? Я не знаю, сколько процентов празднующих Новый год подвержено этому, но процент достаточно большой, наверное. Конечно же, мы за этот период времени съедаем и выпиваем больше, чем обычная жизнь, да? Но, наверное, будет неправильно сделать новогодний праздник, там, с 31-го по 8-е. Не приходя в сознание есть. Да, это такое застолье и все. Наверное, человек может себе позволить 1-го, 2-го погулять, хорошо встретить Новый год с друзьями, пообщаться, а 3-го числа уже спокойно выйти, походить, физически позаниматься, с морозом познакомиться, который будет, да, получить удовольствие от свежего воздуха. Благо, сейчас в парке есть снег свежий, чистый. Я надеюсь, выпадет. Не будет очень холода. Конечно. И, на самом деле, вот, действительно говоря, серьезно, в новогодние праздники обязательно выделить дни для катка, для бассейна, для прогулки, для горок. Сейчас, в общем-то, и взрослые дети прекрасно катаются. И разделить эти периоды застолья вот этим здоровым образом жизни просто иначе – это действительно крайне сложная нагрузка на организм. И, возвращаясь вот к вашему вопросу все-таки, а какие медикаменты, еще раз я скажу, лучше все-таки не допускать необходимость, потребность приема медикаментов из-за невоздержанности за новогодним столом. Почему? Потому что даже медики затрудняются, например, в дифференциальной диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта и того же инфаркта миокарда. Я надеюсь, коллега не даст соврать. И очень далеко мы зайдем, если в сочетании факторов, которые одновременно вредны и для желудка, и для сердца, такие как новогодние праздники, да, мы сейчас дадим рекомендации как бы от переедания, и люди, по сути дела, пропустят вся инфаркта миокарда. Поэтому, еще раз, здесь волшебный, но нет у нас волшебных таблеток. У нас есть только профилактика, и дальше уже идет диагностика, которая осуществляется врачами. И лечение по результатам диагностики. Поэтому я, вот, медикаменты все-таки не рекомендовал спутать. Реально, очень легко. На скорой помощи ошибаются иногда. Врачи ошибаются. А спутать язвенную болезнь или там гастрит с минфарктом, вы сами понимаете, каким последствиям этому совершенно несложно. Не надо в эту ситуацию прибегать к помощи соседей, родственников, которые где-то что-то слышали. Лучше всегда обращаться к профессионалам, конечно же. Но и в любом случае, даже если человек поступает в состояние, там, легкого, допустим, ну, алкогольного опьянения, когда все это в приемлемых границах, ему помощь оказывается по одному стандарту, скажем так. А когда мы имеем пациента с сочетанием достаточно тяжелого алкогольного опьянения и какого-то еще ассоматического заболевания или другого заболевания, нам приходится сначала все-таки разобраться-то с его состоянием алкогольным. И далеко не все препараты мы можем использовать даже в больницах, имея их у себя под руками. Это очень сложная задача. Ну вот сейчас, чтобы все понимали, мы ведь не выступаем с вами в роли таких зануд. Не ешьте, не пейте, не празднуйте Новый год. Если я правильно вас услышала, кстати, радостно услышал, Дмитрий Викторович, вы сказали, что первого и второго-то, в принципе, можно и поесть. Наш любимое ревье и так далее. Но просто даже для тех, кто меры не увидел вот в этот момент, то нужно вовремя остановиться. Я сейчас хочу, чтобы мы такой маленький сюжетик посмотрели на тему, как же все-таки уберечь себя за новогодним столом. Пищу не запивать, а уж тем более отказаться от сладких газированных напитков. Сделайте перерыв в трапезе, даже когда вы сидите за столом, только пейте обычную воду. Альтернативный и лучший вариант – это выход на улицу, чтобы освежиться. Когда вы сыты, постарайтесь остановиться и перейти уже на фрукты, и ничего кроме них не употреблять до конца вечеринки. Откажитесь от спешки, жуйте долго и тщательно, особенно мясные и копченые изделия. Садиться за новогодний стол с огромным аппетитом не стоит. Рекомендуем вам предварительно перекусить овсяной кашей или супом. Помните, что прием пищи во время просмотра телевизора – это отсутствие чувства сытости, поэтому пока вы едите, постарайтесь сконцентрироваться на еде. Простые и нехитрые рекомендации помогут вам избежать плачевных ситуаций, когда новогоднюю ночь и события в ней вы восстанавливаете по рассказам друзей и родных. Домашняя аптечка Так вот, все-таки домашняя аптечка. Что должно быть обязательно и непременно в домашней аптечке? Сейчас приходишь в аптеку, тебе такого насоветуют. В общем, если деньги есть, то нормальная аптечка дома получится. А если серьезно, то что совершенно необходимо должно быть дома? Для взрослых, для детей, конечно. Ну, для пациентов, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, нужно просто, наверное, неправильно слово запастись, но у них должен быть полный набор всех лекарственных препаратов, которыми им прописал врач, чтобы с утра не бегать за эти препараты. Добавить открытую аптеку и так далее. Конечно, конечно. Чтобы продолжить в том режиме, как это все было буквально там один-два дня назад. А все остальное из наших кардиологических препаратов, ну, оно достаточно широко продается в аптечной сети. Я думаю, что здесь не будет никаких проблем. То есть сейчас проблем с поставкой никаких лекарственных препаратов нет. Да, ну, то есть что, простые, жаропонижающие, обезболивающие, как правило, это одни и те же препараты. Могут быть спазмолитики, особенно если человек знает, что у него проблемы с желудочно-кишечным трактом есть, да, могут быть ферментные препараты. Я стараюсь бренды не называть, потому что, опять же, а люди их узнают уже по группам, да. Вот. Препараты, которые в течение одного-двух дней можно принимать при расстройстве кишечника, подчеркиваю, ни в коем случае не дольше, потому что потом уже необходимо обращение к врачу. И, да и, собственно, это касается чего угодно, и даже простейшего обезболивающего препарата. В любом случае, вот то, что мы держим в домашней аптечке, это как раз вот действительно на один-два дня, чтобы, может быть, действительно не беспокоить там врачей по пустякам, но никак не для излечения. Если проблема остается, даже элементарный кашель, это, на самом деле, тема для обращения к врачу, и за этим элементарным кашлем, который затягивается, может быть, все что угодно, в том числе достаточно серьезные вещи. Вот. Поэтому вот такой набор препаратов, может быть, и небольшой, вот, ну, может быть, на короткое время. Дмитрий Викторович, не только ваши пациенты, а вообще пациенты любые потенциальные. Мы только что сказали о том, что поликлиники работают, но, тем не менее, люди тоже стараются как-то в праздники никуда не выходить, никому не звонить и так далее. В каких ситуациях все-таки вот эта деликатность ложная может явиться опасной, и когда совершенно точно нужно вызывать как минимум скорую помощь и срочно получать помощь? Ну, самое первое, это, конечно же, появление загрудинных болей. То есть то, что любой кардиолог, там, любой врач скажет, когда мы подозреваем развитие инфаркта миокарда, человек, то есть это загрудинная боль с радиацией, там, в руки, в плечи, в нижнюю челюсть. Ну, как обычно, то есть мы уже много таких передач проводили, и большое количество социальной рекламы уже по городу в этом году было. Поэтому в этих ситуациях не нужно ждать ни минуты. То есть если эта боль не прошла в течение пяти минут, вы приняли там нитроглицерин, если у нас есть в аптечке, не снимается эта боль, обязательно нужно вызывать скорую помощь. Ну, второй момент, наверное, это, в первую очередь, будут кризы гипертонические, то есть повышение артериального давления, когда у вас были одни цифры артериального давления, к которым вы привыкли, и вдруг внезапно давление повышается значительно выше ваших обычных цифр, оно не снижается теми препаратами, которые есть в вашей домашней аптечке, конечно же, стоит обратиться, потому что это, опять же, риск развития инсульта и инфаркта. У вас или у ваших родственников? У всех, да. И, соответственно, нарушение ритма сердца, очень часто переедание и избыточный прием алкоголя сопровождается появлением перебоев в работе сердца, неритмичного сердцебиения. Если это действительно человека беспокоит, то не нужно ждать, нужно, конечно, обращаться за помощью. Ну и, конечно же, все обморочные состояния, если такое возникает у человека, то это тоже повод для обращения за скорой помощью. Новый год – это, как правило, новая жизнь, новые мечты, новые планы. И вот мы с вами говорили о том, что вот этот отрезок нашего отдыха, такого неожиданного, он может еще и стать поводом начать новую жизнь. Тот, кто, например, не задумывался, а вот решил, что вот сейчас я начну закаливаться. Вот здесь тоже я бы хотела несколько советов напоследок, потому что, ну, в общем, рецепты бывают разные, и можно сразу начать пытаться окунаться в прорубь. А вот что все-таки опасно и что лучше? Это будет неудачной идеей, и вообще, на самом деле, для активного закаливания зима, особенно, кстати говоря, начало зимы, это не лучшая идея. Почему? Потому что организм, на самом деле, находится в стрессе. Организм перешел из большого светового дня, да, в ситуацию достаточно короткого светового дня, сформировался дефицит витаминов многих, некоторых микроэлементов, понизилась температура, то есть в любом случае возникла дополнительная нагрузка. Здесь бы надо подумать о том, как помочь организму и адаптироваться к этой ситуации, а не создавать дополнительный стресс в неумеренном закаливании. Поэтому я бы сказал, наверное, новогодние праздники не совсем подходящий момент. Вот кто-то сейчас обрадуется, слышит. Да, вот, да, попозже, да, с лета надо начинать закаливаться, или, может быть, во второй половине зимы, когда организм вот уже к этому адаптирован. А вот эта первая половина зимы, это достаточно такая трудная ситуация, особенно для наших, сейчас говорю, детренированных и незакаленных людей. Здесь надо, я, наверное, сейчас опять порадую, да, действительно нормально питаться, подчеркиваю, нормально спать, достаточное количество часов спать, вот, и действительно относиться к себе бережно. Нельзя употреблять алкоголем, ну уж вообще, конечно, никогда не перекасаться, даже не смотреть в сторону сигарет, это, я думаю, все уже слушатели знают. Это еще хуже. Да, да, это еще хуже. Вот, и действительно дать свой организму нормально войти в зиму. Почему? Потому что вот все эти вещи, это все не шутки. То есть вот это недосыпание, это нехватка витаминов, это, естественно, вторично вызывает снижение иммунитета. Вот, и тут уже и вирусные инфекции присоединяются, которых, конечно, хватает. Поэтому, конечно, закаливаться надо начинать или пораньше, или попозже. Я благодарю вас за эту беседу. Несмотря на то, что мы такие советы, ну, каждый год, может быть, это слышим, практика показывает, что каждый раз не лишнее. Александр Владимирович, нам сегодня вообще много неожиданного рассказал. Ну, я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Думаю, что наши зрители присоединятся. Желаю всяческой удачи в следующем году. И надеюсь, что обязательно будем встречаться еще в этой семье. Спасибо. Всех с Новым Годом. Не болейте. Спасибо. На Новый Год всегда желают крепкого здоровья, личного благополучия, успехов на трудовом поприще и карьерно-денежного роста. Ну, а чтобы все эти пожелания сбылись, нужно всего лишь вовремя подумать о безопасности вашего здоровья. Счастливого Нового Года! Нового Года!